Ураган повалил свыше ста надгробий на Илшанском кладбище. Шквалистый ветер огромной силой зафиксировала метеослужба 5 сентября. Больше всего повреждений получили надгробные плиты. Десятки оказались повалены, а часть вообще раскололись на множество кусков. Пострадала могила почетного гражданина Саратовской области, бывшего президента юридической академии Федора Григорьева. Его памятник раскололся на несколько частей. Также получила повреждения плита на могиле бывшего председателя комитета охотничьего хозяйства Анатолия Морсина. По словам сотрудников Илшанского кладбища, сейчас подсчитывают ущерб. Только по предварительным данным пострадали 150 могил. Остановочный павильон унесло. Повалило некоторые деревья, которые вырвало с корнем, которые сломало, которые повалились на памятники, повредили эти памятники, ограды повредили. Вот таких поваленных деревьев тоже бесчисленное количество. Памятник Федору Григорьеву восстановлению не подлежит, поэтому сейчас делается все, чтобы в скором времени создать новый. Что касается стихии, синоптики рассказали, что это был самый типичный шквал с усилением ветра до 12-14 метров в секунду. Однако ненадежно закрепленные предметы не выдержали и этого. Синоптики ожидали, что в ночь на воскресенье будут осадки, усиление ветра, но не до такой степени. В основном досталось окраине Саратова, а сам областной центр почти не пострадал. Между тем из-за шквала некоторые жители Саратова пребывали без электричества. Электроэнергия отсутствовала на 9-й дачной, в Елшанке и в заводском районе. Все повреждения были устранены в течение часа.